Канал StartAndroid приветствует всех, кто нас смотрит и изучает Android вместе с нами. Это урок 128. В этом уроке мы научимся использовать аудиофокус. Наверняка вы замечали, что при прослушивании музыки, если срабатывает уведомление, то на время звучания уведомления звук музыки или прерывается, или становится тише. Это можно реализовать с помощью аудиофокуса. Попробую сначала объяснить схему движения фокуса на словах. Если рассматривать пример музыки и уведомления, то пусть музыку играет некое приложение 1, а уведомление выдает некое приложение 2. Приложение 1, когда начинает воспроизведение, запрашивает аудиофокус, получает его и играет музыку. Далее приходит смс или письмо, и приложение 2 хочет воспроизвести звук уведомления. Оно также запрашивает аудиофокус и получает его, но при этом система видит, что фокус сейчас у приложения 1. Система сообщает приложению 1, что фокус оно пока что потеряло. Звук уведомления воспроизводится. Приложение 2 отдает фокус, а приложению 1 сообщают, что фокус снова его. Когда приложение 1 заканчивает играть музыку, оно отдает фокус. То есть приложение должно не только запрашивать фокус при необходимости, но и явно отдавать его, когда он более не нужен. Для этого есть специальные методы, мы их рассмотрим дальше. Тут еще важно понимать, что эти сообщения системы к приложениям о том, что фокус потерян или восстановлен, являются просто уведомительными. И разработчик приложения сам решает, как он будет это обрабатывать. Проигнорирует, убавит звук или приостановит воспроизведение. Например, я протестировал два плеера на своем планшете. На одном включил музыку и свернул его. Музыка продолжала играть в фоне. В другом плеере я запустил просмотр фильма. В результате я слышал и фильм, и музыку. Аудиофокус позволяет избежать этого. Напишем приложение, в котором реализуем пример с музыкой и звуком. При нажатии на одну кнопку будем запускать проигрывание музыки, а при нажатии на другую воспроизводить короткий звук. И привяжем к этой схеме аудиофокус. Создадим проект с именем P128.1.AudioFocus. Добавим строки в string.xml и в layout.file.main.xml. Кнопка Music будет запускать музыку, а три другие кнопки — звук. Их три, потому что есть три разных типа фокуса, который может запросить приложение. Мы протестируем все три. В папку mntsd-card-music поместите какой-нибудь файл с именем Music.mp3. Оба файла можно взять по ссылке в описании к видеоуроку. В MainActivity.java у нас будет следующий код. В OnCrate мы просто получаем AudioManager. Именно через него мы будем запрашивать фокус. OnCrateMusic срабатывает при нажатии кнопки Music. Здесь мы создаем MediaPlayer и даем ему путь к файлу с музыкой. Методом SetOnCompletionListener устанавливаем Activity как получателя уведомления о окончании воспроизведения. Далее идет работа с фокусом. OffListenerMusic это слушатель, реализующий интерфейс OnAudioFocusChangeListener, который будет получать сообщение о потере и восстановлении фокуса. Он является экземпляром класса OffListener, который мы рассмотрим чуть дальше. Фокус запрашивается с помощью метода RequestAudioFocus. На вход необходимо передать слушателя, который будет получать сообщение о фокусе, тип потока и тип фокуса. Тип фокуса говорит о том, насколько долго приложение собирается воспроизводить свой звук и насколько важно, чтобы другое приложение при этом замолчало. Всего есть три типа фокуса. AudioFocusGain приложение дает понять, что оно собирается долго воспроизводить свой звук и текущее воспроизведение должно приостановиться на это время. AudioFocusGainTransient воспроизведение будет коротким и текущее воспроизведение должно приостановиться на это время. AudioFocusGainTransientMayDuck воспроизведение будет коротким, но текущее воспроизведение может просто на это время убавить звук и продолжать играть. Итак, мы запрашиваем фокус и говорим, что это надолго. AudioFocusGain. Метод RequestAudioFocus возвращает статус. AudioFocusRequestFailed равный нулю, фокус не получен. AudioFocusRequestGranted равный единице, фокус получен. После того, как получили фокус, стартует воспроизведение. Метод OnClickSound срабатывает при нажатии на любую из трех кнопок Sound. Здесь мы определяем, какая из трех кнопок была нажата. Тем самым мы в переменную DurationHint пишем тип аудиофокуса, который будем запрашивать. Далее создаем медиаплеер, который будет воспроизводить наш звук взрыва из папки Row. Присваиваем ему слушателя окончание воспроизведения. Запрашиваем фокус с типом, который определили выше. Стартуем воспроизведение. Метод OnCompletion срабатывает по окончании воспроизведения. Мы определяем, какой именно медиаплеер закончил играть и методом AbandonAudioFocus сообщаем системе, что больше не претендуем на аудиофокус. На вход методу передаем того же слушателя, который давали при запросе фокуса. В OnDestroy освобождаем ресурсы и отпускаем фокус. Класс AFListener реализует интерфейс OnAudioFocusChangeListener и является получателем сообщений о потере и восстановлении фокуса. При создании мы даем ему соответствующий медиаплеер и текст, который нам понадобится для логов. Метод OnAudioFocusChange получает на вход статус фокуса этого приложения. Тут четыре варианта. AudioFocusLoss. Фокус потерян в результате того, что другое приложение запросило фокус. AudioFocusGain. То есть нам дают понять, что другое приложение собирается воспроизводить что-то долгое и просит нас пока приостановить наше воспроизведение. AudioFocusLossTransient. Фокус потерян в результате того, что другое приложение запросило фокус AudioFocusGainTransient. Нам дают понять, что другое приложение собирается воспроизводить что-то небольшое и просит нас пока приостановить наше воспроизведение. AudioFocusLossTransientGainDuck. Фокус потерян в результате того, что другое приложение запросило AudioFocusGainTransientMayDuck. Нам дают понять, что другое приложение собирается воспроизводить что-то небольшое и мы можем просто убавить звук, не приостанавливая воспроизведение. AudioFocusGain. Другое приложение закончило воспроизведение. Звук снова наш. Пока что мы просто будем выводить в лог всю эту информацию, чтобы увидеть схему взаимодействия двух приложений с AudioFocus. Все сохраним и запустим приложение. Жмем Music. Воспроизведение музыки началось. В логах видим MusicRequestFocusResult1. То есть музыка запросила фокус и получила его. Статус равен единице. Жмем SoundG, чтобы произвести звук взрыва. И запросить фокус AudioFocusGain. Фокус заброшен и получен взрывом. А музыка получила уведомление о том, что фокус она потеряла. AudioFocusLoss. После того, как звук взрыва закончился, срабатывает метод OnCompletion, в котором взрыв отдает фокус AbundantFocus. И, следовательно, музыка получает сообщение о том, что фокус снова ее. AudioFocusGain. Если дождаться, когда закончится музыка, увидим такое сообщение. MusicAbundantFocus. Музыка отдала фокус. Как вы заметили, музыка все это время играла и никуда не делась. То, что она теряла фокус, не означает автоматически, что она остановится. Повторюсь. Фокус — это только уведомление. А как приложение отреагирует на это уведомление, решать вам, как разработчику. Кнопки SoundGT и SoundGTD срабатывают аналогично, я уже не буду их нажимать. Отличие будет в том, что взрыв будет запрашивать фокус и соответственно AudioFocusGainTransient и AudioFocusGainTransitMayDuck, а музыка будет получать статусы AudioFocusLostTransient и AudioFocusLostTransitGainDuck. То есть мы увидели, как одно приложение запрашивает определенный тип фокуса, а другое приложение видит этот тип и должно принимать соответствующие меры. Кстати о мерах. Давайте кроме логов реализуем и эти меры. Перепишем метод onAudioFocusChange класса AFListener. При потерях фокуса AudioFocusLost и AudioFocusLostTransient ставим паузу, а при AudioFocusLostTransientCanDuck просто уменьшаем громкость. При получении же фокуса AudioFocusGain возобновляем воспроизведение, если оно было приостановлено, и ставим громкость на максимум. Я выбрал самые простые меры, чтобы не усложнять урок, но их можно улучшить. Например, при потере фокуса надолго AudioFocusLost можно освобождать ресурсы и снова создавать медиаплеер при получении фокуса, либо можно вообще полностью отдать фокус , тогда пользователю надо будет явно вернуться в ваше приложение, чтобы возобновить воспроизведение. Когда вы запрашиваете фокус, метод requestFocus возвращает вам ответ, получилось захватить фокус или нет. Help рекомендует учитывать этот параметр и стартовать воспроизведение только при положительном результате. AudioFocusRequestGranted Я правда не знаю, как тут можно получить отрицательный результат, если у кого есть соображения на этот счет, пишите на форуме. На сегодня все, а на следующем уроке мы запишем звук с помощью MediaRecorder. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok